Здравствуйте! Я Калининенко Наталья Алексеевна. Продолжаем с вами изучать возможности Камтазия Студия. Рассмотрим, как можно создать видеопрезентацию. Видеопрезентацию можно создать минимум тремя различными способами. Первый способ и самый элементарный способ – это открыть презентацию, запустить презентацию на выполнение, то есть демонстрацию слайдов, и просто записать с комментариями данную презентацию. Эта презентация будет записана с вашими комментариями. И если вас устраивает данная презентация, данная видеопрезентация, то она уже готова к использованию. Больше корректировать и редактировать эту презентацию не надо. Второй способ записи презентации – это записать с помощью Камтазии Студия. Как это делается? Это делается следующим образом. Первое. Вам надо сохранить данную презентацию, файл «Сохранить как» и в закладке «Сохранение» выбрать, что вам надо сохранить рисунок в формате JPEG. Вы сохраняете рисунок в формате JPEG. Вы сохраняете все слайды. Да? Вы соглашаетесь, что да? Сохранить все слайды. После этого у вас появится папка в том директории, в котором вы указали путь со всеми вашими слайдами. Следующее действие. Вы переходите в Камтазио Студия. Файл. Импорт. Мультимедиа. Вот она папка, которая имеет имя вашей презентации. И в этой папке находятся все ваши слайды, начиная с первого слайда и заканчивая последним слайдом. Вы можете выделить все эти слайды, открыть. И все эти слайды у вас окажутся в разделе «Изображение Камтазио Студия». Далее вы можете формировать строки во временной дорожке, формировать свою презентацию. Переместив эти слайды на дорожку, опять же можно выделить все эти слайды и перенести их на дорожку. Посмотрите, сразу все слайды помещены в раздел «Видео». Здесь пока звука нет, потому что мы звук не записывали. Мы просто сохранили презентацию, мы просто сохранили все наши слайды. Но, как вы обратили внимание, я перетащила все слайды, но они сейчас расположены не в той последовательности, в которой меня интересуют. Но мы не будем останавливаться на этой последовательности. Я хочу просто продемонстрировать возможности. Вы можете переставить эти слайды очень легко, просто придерживая левую клавишу, перетащить слайд на нужное место. Это не вызовет больших затруднений. Далее, после того, как вы скопировали эти слайды, у вас появляется запрос, с каким разрешением вы хотите создавать видеопрезентацию. Вы можете выбрать большее разрешение – 1280х720. Окей. Просмотреть свои слайды. Если есть необходимость, то вы можете поменять последовательность этих слайдов. И так как у вас каждый слайд записан по отдельности, вы можете между этими слайдами вставить какие-то эффекты, используя раскадровку. Вы можете вставлять всевозможные эффекты, например, данный эффект. При просмотре он будет у вас демонстрироваться. Сейчас мы посмотрим, что это за эффект. Вот, посмотрите, как переходит один слайд, сменяется другим слайдом. Мы можем вставить в самое начало титульную страничку, титульный клип. Титульный клип может представлять собой либо мультимедийный видеофайл со звуком, либо просто заставка с титрами. И можем вставить заключительный слайд. После этого мы сохраняем нашу презентацию, и презентация готова. Третий способ создания презентации – это используя надстройки в самой презентации, в самой PowerPoint. Используя надстройки, как вы видите, это кнопка записи, это микрофон и веб-камера. Вы можете настроить веб-камеру, можете настроить микрофон и тут же записать презентацию уже с комментариями к каждому слайду. Как это делается? Вы настраиваете микрофон, включаете микрофон, тем самым демонстрируя, что у вас будет вестись запись, комментарий каждого слайда. Переходите на первый слайд и кликаете на данную пиктограмму «Запись». Запись у вас пошла. Посмотрите, зеленая полоска демонстрирует, что у вас включен микрофон, а кнопочками влево и вправо стрелками вы можете перемещать свои слайды. Переместив слайды, вы комментируете, записываете комментарий к следующему слайду. И так, пока вы не пройдете всю свою презентацию. После того, как вы запишите, прокомментируете всю свою презентацию, вы можете, если есть необходимость, ее отредактировать. Если нет необходимости, ваша видеопрезентация готова. Существует еще несколько способов создания видеопрезентации. Это не единственные способы создания видеопрезентации. На этом мы с вами заканчиваем. Благодарю за внимание. Всего доброго и до новых встреч!